Так повелось, что появление морского флота в России связывают исключительно с именем Петра Первого. А о том, что Белое море издавна бороздили русские промышленные корабли с особыми названиями и формой, помнят лишь специалисты. Наши корреспонденты побывали в морском музее на Соловках, где не только хранят историю под стеклом, но и дарят ей новую жизнь. Сейчас под нашими ногами надежный Василий Косяков. Стальной корабль, соединяющий Соловки и материк. Трудно представить, что когда-то с этими же волнами поморы справлялись на сделанных без единого гвоздя и буквально сшитых вручную в небольших судах, которые называются шняки. Такие шняки использовались промысловыми людьми для ловли трески. Все в ней рассчитано. И широкое брюхо, чтобы рыба больше влезла, и место, где укрыться, и как еду приготовить, не причаливая к берегу. А сама техника шитья долгое время была единственно возможной. У вас единственный доступный материал – дерево. Соответственно, корабль строится, в данном случае, из ели, а еловые корни идут на крепеж, на крепление обшивки. И вот этот очищенный, скрученный, завитый корень, вица, специально подготовленный, использовался для крепления. Здесь стоит корабль – это историческая реконструкция. Наша мастер, ну, собственно, технология шитья фактически умерла уже в 20 веке. Она существовала до 20 века, использовалась, потом была просто вытеснена более дешевыми кораблями. Саму шняку делали в Карелии. Прошитая крепкими еловыми корнями, она словно из прошлого, своим ходом пришла на соловки. После того, как на несколько лет ей пришлось стать лишь музейным экспонатом, ей подарили новую жизнь. Здесь же, на верфи, ее отремонтировали, просмолили, чтобы вновь спустить на воду. И еще вопрос. Кому такая проверка на прочность далась тяжелее – лодке или ее команде? Мы укрывались в пленку, у нас плащи были, то есть мы вот таким образом спасались. Но, конечно, даже в таких условиях психологически это может быть для неподготовленных людей тяжело. Я-то привычный как-то, мне ничего страшно, а вот некоторым может быть, допустим, тяжело. Внимательный взгляд сквозь века разглядит в этой простой лодке душу помора. И его лицо, обветренное с лучистыми глазами, прищуренными от холодного северного солнца. Так что же было основой жизни этих простых, может, даже по нашим меркам, грубоватых людей? Глядя на предметы их быта, образ жизни, сразу же вспоминаются евангельские апостолы, которые были способны принять Христа полнее, чем умудренные книжники. Этот климат, эти места, образ жизни воспитывал определенный характер людей, которые здесь оставались, оставались навсегда. И мы хотим рассказать именно о стойкости, о мужестве, о глубокой очень вере этих людей, населявших и сейчас живущих в этом регионе, потому что только вера могла их подвигнуть, идти все дальше на север. Сейчас о той вере напоминают поклонные кресты на островах и побережье, навигационные ориентиры поморских путей, которые снова будут нужны кораблям, выходящим с Соловецкой верфи.